вот и наступил этот волнительный день нам привезли кухню приехала фирменная машина компании юлис нашей фабрики где мы заказали эту кухню мы все утро готовились подготовили место куда ее разгружать уже почти все докрасили в общем с нетерпением ждем какая же она сборка будет завтра сегодня только разгрузят все завтра уже приедут сборщики и будут ее нам забирать сад весь на нервах были кухне здесь не только как склад использую что у них вперед монтируется неизвестно до низа нижней а давай тогда вот тогда задние сюда они что вперед сюда отсюда начинается первым занесли номер восемь отмечаем вот наша спецификация всего 29 упаковочных мест номер один есть номер один вот 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 как вот вот Играет музыка. Играет музыка. Двадцать четыре. Нет, это сдал. Сдал. Ладно. Давай, тебе другую поставлю. Ваша? Да, наша. Раз. Два. Три. Раз. Два. Одна будет ванна с ручками. Вторая накладная с ручками. Нужно просто подписываться. Ну все. Разгрузили нашу кухню. Заняла она у нас сейчас больше половины спальни будущей. Ой. Распаковывать не стали. Только ручки пересчитали. В общем, доверяем фабрики. Завтра приедут сборщики. И уже так там будем распаковывать. Ну и сегодня нам осталось уже здесь совсем чуть-чуть. Вот дверь докрасить. Валера здесь задел вот эту щель, которая у нас там была наверху. Планку поставил здесь на стык. В общем, окна уже тоже почти покрасили. Немножко осталось. Ну, в общем, очень мы ждали, 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 ждали. И это наконец уже почти случилось. В общем, все. Завтрашний день и все случится. Так что завтра с нетерпением будем ждать, когда начнется монтаж. Приедут наш Алексей, замерщик. Он же нам будет монтировать. Ну и, в общем, ждем, готовимся и верим. Наступил вечер-вечерок. Мы вовсю готовимся к завтрашнему монтажу кухни. Остались такие моменты нам тут сделать. И, в общем, сейчас вся эта картина маслом выглядит следующим образом. У тебя не сгорит? Да, у меня не сгорит. Я здесь, значит, пытаюсь кашеварить. Да, буду делать азу с грибами. А Валера будет вешать лампу. У нас по проекту много светильников, как вы помните. Вот эти два, которые висят над островом. Мы сейчас с них сняли непосредственно вот эти абажуры. Колбы такие тут стеклянные. Потом четыре светильника у нас на стенах. Кстати, они очень хорошо себя показали. Знаете, тем, что у них вот сама трубка светящаяся, она за этой рамкой. И получается, что свет такой вот, он деликатно рассеянный и в глаза не бьет за счет того, что светильник за этой рамкой находится. И точно такие же светильники у нас стоят на стенах. Тут будут картины висеть. И еще здесь у нас запланирована шина. Такая, соответственно, как рейка шина. И на ней три светильника. Вот эту шину мы заказали. В описании к видео оставлю ссылочку, где мы ее заказывали. Нам этот сайт посоветовали дизайнеры. Стоила шина с тремя светильниками 6 тысяч рублей. И у нас с ней вышла такая оказия. Видите, они пришли в такой упаковке об решетке деревянной. Как раз Валера сейчас снимает ее. Вот. И представляете, мы 6 тысяч рублей заплатили за эти светильники. Когда пришли в ДЭК забирать, нам за пересылку объявили еще практически 6 тысяч. 5,5 тысяч. И это было для нас вообще такой неожиданностью. Компания, которая отправляла, не согласовала с нами об решетку за 3,5 тысячи. Но это я вам рассказываю просто на... Делюсь с вами опытом. Потому что потом, когда я стала выяснять, почему так произошло, они мне говорят, у нас на сайте в правилах доставки написано, что весь груз доставляется в об решетке. И это дополнительному согласованию не подлежит. Согласитесь, что мало кто это вообще читает. Вот так. Поэтому мы там с ними бодались, бодались. И в результате пришлось нам заплатить эти 5,5 тысячи. Они при этом частично обещали компенсировать. Но так этого и не сделали. Вот. Но в конечном итоге я все равно считаю себя виноватой. Потому что я это не дочитала и была невнимательна. Поэтому с вами делюсь. Так что, когда будете крупногабаритные грузы откуда-то заказывать, обращайте внимание на упаковку при доставке. Вот так. Примеряем шину на потолок. Ровно посередине потолка надо, чтобы она была расположена. На ней три светильника. Самый крайний левый светильник будет светить на место, где у нас печка, где у нас духовка стоит. А вот эти, соответственно, будут светить. У нас здесь внизу будет ставить стол. Будут светить на этот стол. У нас тут такие жизненно рабочие моменты. Я сижу, смотрю, как на проекте она. Вот эта лампа изображена на проекте. Видите, вот эта вот печка. Вот эта лампа. Вот это остальные светильники тут изображены. В сату наелся мясо и дремит, сидит с нами. А здесь у меня варится шурпа. А здесь у меня тушится азу. В общем, все при делах. Десять одиннадцати. Хорошо, будем ждать десять одиннадцати. Мы же все уже подготовили и освободили. Отлично. Всего до завтра, да. Это наши сборщики звонят? Да, это сборщики. В районе в десяти одиннадцати будут собирать нас. Ой, это надо в десяти одиннадцати уже быть в боевой готовности. Да, мы уже в боевой готовности. Мы как пионеры всегда готовы. Он покажи, пожалуйста, вот этот светильник-то, который на эту шину вешается. Вот. Светильник на 220. О, ну такой изящный он, да? Он вообще… Мы с тобой переживали, что он будет здоровый. Да, он крепится отлично. Вот здесь есть включить-выключить. Прям на нем? Да. Ну… Вот она когда поворачиваешь, она одновременно включает и одновременно фиксирует его на шине. Угу. Вот так он фиксируется на этих двух. Легко вставляется, легко вытаскивается. Ну вот. Здесь изменения по углу, а также по радиусу. О, классно! То есть, ты можешь его как угодно развернуть. Да, правда, мне нравится, что он такой прямо трубочкой, матовый такой. Да, аккуратный, красивый. И качественный. Металлический. Знаешь, почему я раньше был против? Да, потому что я видел совершенно другого качества. Посмотри, какой он красивый. Да, очень хороший. Ты еще посмотри, как будет светить вообще. Ой, ну давай. Как ты молодец, разобрался вообще с этой шиной-то. Поразительно, что она без проводов, конечно. Да, видишь, на 220 подключается без адаптера. Угу. Сейчас сделаем все. Так, я в свои бифстроганов добавляю грибы. У меня тут лук, грибы, сметана. Сейчас пойдет вход. И говядина у меня тут. В общем, вкусно нам будет, я надеюсь. И хочу вам сказать, что с куличами я в этом году опять, к сожалению. Хотя я вчера опять купила свежие дрожжи. Но нам уже должны были кухню привозить завтра, а привезли сегодня. И я планирую, что я сегодня буду делать куличи. Вот. Мне плиту переместили. Сами видели куда. Сейчас покажу. В общем, короче, духовку не могу подключить. Завтра вообще будет. Представляете чего. В общем, увы. Духовка оказалась задвинутой в углу. Уже даже подключать ее тут проблематично. Но потом завтра будут люди, монтаж. Это все носить, распаковывать. Мне, соответственно, еще и снимать. Но сами понимаете, что в такой ситуации мне, увы, не до куличей. Ой, даже я расстроилась по этому поводу. Это ты укорачиваешь кабель-канал, да? Да. А, ну правильно, потому что шина это место займет. Лучше всех сахарок устроился. Компот уже все ушел на ночную гулянку. Как обычно, потемнело. Это уже и не вечерело, и не смеркалось. Это просто потемнело. Держу. Натянуло максимально. Ну, давай тогда переносить. Угу. У меня тут стал сходить душистый горошек, который мы с вами сажали недавно. Помните? Смотрите, прямо колосится. Вон все-все росточки всходят. Физалис, эти самые нитки стали чуть-чуть подрастать. Планирую посадить лютики, которые мне вчера с семенами пришли. Посмотрим, что из этого получится. И еще меня интересует вот с маком. У кого есть опыт. Эти маковые зернышки, они такие махонькие, что мне кажется, если их в землю сразу посадить, там потом вообще не найдешь, где они вылезли среди сыроняков. Как их сажают, я не знаю. А пересадку написано, мак не любит. То есть его надо сразу в грунт сажать. В общем, какая-то для меня загадка с этим маком. Хотя у моей бабушки рос мак такой красивый. Такие пушистые у него были вот эти листья. И коробочки тоже такие пушистые. Очень красивые. Мне хочется повторить этот мак. Ну, не знаю, как его вообще выращивать. Ты такие шурупы принес вешать туда, к потолку. А у меня какие-то другие были. Так же выглядели, но у них почему-то кончик был другой. Да, это пометалы у тебя были. У меня были пометалы? Да. А я думаю, что они не закручивались? С таким, как ты рассказываешь, этим кончиком, который похож на сверло. А это обычно. Это можно вкручивать и в дерево. Понятно. А я, честно, не заметила. Взяла, какие. Схватила, какие были, и пошла. Я еще думаю, что они не закручиваются. Везде такие, да? Да. А у тебя как-нибудь не уйдет, да? Да, я старалась, старалась. Вкручивала, вкручивала. Таким усилием они никак не вкручивались. Но я их победила. Ну, видишь. Отвага. Слабоумие, отвага. Вот наш девиз. Помните, Юля сказала. Это вообще супер выражение. Мне очень понравилось. Так, у меня тут грибы мои с мясом закипают. Вот в чем однозначный минус чугунной посуды, в которой я вообще люблю готовить. Это в том, что на ночь мне нельзя оставлять. То есть обязательно надо переливать. Вот так у меня, видите, какое получилось мясо с подливой и с грибами. Вот такая вкусняша. И очень красивая, на мой взгляд, получилась шурпа. Это все шину ты, да, крепишь? Ответственный момент. Да, у меня, знаешь, такое впечатление, что мы в каком-то марафоне участвовали, и завтра у нас финиш с этой кухней. Столько разных этапов нужно было пройти. Или знаешь, как квест в игре какой-то. Молодежь играет в игры, там квест этапами. Вот у нас это кухня. Такое приключение. Мы сами себя подгоняем. Можно, конечно, и не делать. Что-то сделать попозже. Ну да, мне, конечно, хотелось бы, чтобы завтра потом и занавески висели. У меня вот это вот отверстие в печке немного. Нервируется. А когда еще и занавески, будет вообще классно. И окна докрасить. Да, все сразу, конечно. Так, смотри сбоку. Посмотри, вот тут чуть-чуть вот так. Нормально? Относительно печки же надо смотреть. Так. Смотрите ровно. Да, да, да. Это мне. Это мне. Ну, твоя задача. Посмотрите ровно. Ну, по-моему, ровно. Еще раз. С этой стороны тоже ровно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Я вот тут Валеру попросила, так как он все равно с шурупами, с шуруповертом. Говорю, давай картины повесим. У нас в проекте здесь же над столом висят, видите, две картины. Это наши картины, которые нарисовала моя художница, моя художница, моя подруга художница Наталья Овчинникова. Ссылка на ее инстаграм будет в описании к видео. Наши постоянные зрители знают, что она соседка по даче у нас тут. И пишет замечательные натюрморты. Ну, и пейзажи она тоже пишет. Вот. И у нас несколько ее картин есть. Я высылала дизайнерам их фотографии. И они нам в проект включили ее картины. Так что вот смотрите прямо сейчас эта картинка. Эти светильники, эти картины около этой печки. Стулья я купила и краску покрашу в синий. Воплотятся в жизнь. Вот. Сейчас. Сейчас все будет. Правда, на проекте нам посоветовали рамы в серый цвет перекрасить, видите. Вот. А мы эти рамы заказывали, ну, когда нам картины сделаны, рисовали. Поэтому. Смотри. А попробуй даже вот еще чуть повыше. Да. Так лучше она освещается. А у них только на проекте. Так она и висит. На одну доску ниже висит на проекте. Вот так? Да. Да. Но так темновато. На нее так свет. Вот так вот. На нее хорошо свет падает. Даже выше бы я еще. Вот так. Ага. Она… Пойдись к двери и посмотреть. Да. Так цветы освещаются. А когда ниже, то нет. Нормально? Да. Вот так вот отлично. Теперь лево-право? Чуть-чуть правее. Да. Нормально? Да. Угу. Отлично. Особенно хорошо гармонирует с фикусом. Нормально? Да, Дубка, ты второй подержи, я посмотрю выше ниже. Давай. Так, а теперь сделаем доску так у них ниже. Темно сразу, видишь? Там, они свечи. Ну так, видишь? Вот так? Свет, она, цветы. Да я видел. Вот так вообще. Что вообще? Ну нет света. Давай посмотри, ты мнение свое навязываешь. Дай мне посмотри. Я же уже понял, что ты не решила. Ну конечно, у них лучше. Не знаю. Это некрасиво. Это сильно поджато. Ну а так вообще нет никакого смысла в этом светильнике. Он не освещает картину. Да? Да. Как не освещает? Что это освещает? Так он, например, полностью перебивает. А так он не частично освещает. А так, когда вот сейчас вся как не видно. А так только вверх. Давай вот отойди, посмотри. Визуально как? У нас с тобой еще есть вот здесь вот такая штука от гвоздей. Так она вообще с подсветкой выделяется. Так она закрывается картиной. Это тоже. Это не мотив. Давай посмотри. Сейчас с микрофона сойди, пожалуйста. Еще одной ногой. Мне не нравится то, что она сильно поджата подъехала. Не знаю, мне нравится. Давай одну повесим так, другую так. Ну я не знаю. Ну давай повесим, как ты хочешь. Да нет, вот как они сделали. Тогда посередине. Давай сделаем посередине. Вот не туда, не сюда. Посередине первой доски. Вот так. Это высоко сильно, понимаешь? Это сейчас у нас высоко. Я тебе предлагаю ниже, чем у нас, но выше, чем у них. Не нужно так выше, чем у них. Не знаю. Мне вот так сейчас нравится. Ну-ка еще раз вот это. Так, а если ниже ее? Я вот так предлагаю. Я вот так предлагаю. У них вот так. Да, вот так, когда ниже она на уровне взгляда. Не зря они так туда поопустили. А когда она ниже, то ты сделаешь по уровню вот так. Да, вот так. То она как раз на уровне взгляда висит. А так сильно задрана наверх. Ну-ка смотри. Ты же ее еще днем будешь смотреть, не только вечером. Микрофон. А почему ты его не оценишь? Потому что потом я забываю его включать. Не знаю, Валера, там такая доска страшная над этой картиной. Вот с этим ляпом. Там была дыра конкретная. Я ее заделала. А теперь на свету. Она прямо и даже сейчас… Ну что, за доски должны картину неправильно повесить? Ну не знаю, ну давай повесим так. Менее сильно не оттягивай. Так было сильно не оттягивай. Так было сильно не оттягивай. Ну согласна, так лучше. Гармонично. Правильно. Да. Вот это именно чувствуется, что задрана. Задрана. Без света. Дизайнеры же они тоже знают, что они предлагают. Да. Наверняка у них опыт есть. Согласна. Перевешиваем. Да, насчет серых рам. Даже не знаю. Может со временем перекрасим их сами. Хотя мне кажется они с этими рамами хорошо. Да. А это другое расстояние. Здесь по-другому могут быть вот эти крючки приделаны. Да. Только подожди. Наоборот, Валер. У нас эта картина вот тут. Раньше висела здесь. На картинке. А, да. Они же разные. Точно. 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 Ты чего? Ну ладно, я думаю, что это не важно. Теперь уже да. Ага. Не-не. Все равно видишь, что по нижней доске скривилось. По нижней доске не смотри. Доски здесь неровные. Да. Хотя здесь в данном случае точно. Ну вот теперь полный шедевр. Теперь ты доволен? Теперь я доволен. Да. Я тоже. Так лучше. Согласна. Теперь на уровне взгляда. Да. Теперь она занимает достойно со всех. Ну как говорится. На мой взгляд. Прямо заиграла все. Ну не будем замыливать словами. Короче. Правильно сделали. Да. Дизайнеры так советовали и они правы. Да. Отлично. Радостные картины. Ну что. Еще одно дело сделано. Так. Теперь еще можно сверху свет сделать. Да. Светильники осталось повесить. Вот и отлично. Высобные работы в темноте дальше происходили. После того, как мы не убили друг друга, а мирно повесили картину. Приступили к более сложному. Да. Приступили. Поняли, что выжили. И перешли на следующий уровень. И перешли на следующий уровень. Я же говорю. Квест. Квест называется. Как не развестись во время ремонта. Хм. 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 Вот. Кажется, что светильник повесить очень просто. На самом деле, такое количество действий надо произвести. Я вот стою тут с интересом наблюдаю. Да. Ты работаешь, не наблюдаю. Да. Мне даже дали покрутить отверткой. Ты фонарик держишь. Сейчас еще будет дальше работать. Так. Я работаю фонариком. Просто ты работаешь машинником. Так. Земля готова. Земля готова. У нас вот, кстати, дорогие зрители, заземление сделано во всем доме нашим грамотным электроком Пашей. Поэтому нас не бьет током в душе от стиральной машины. Да. Просто я работаю. Машинка. Паша, может быть, меня и покритиковал бы за такую работу, но я пока по-другому как-то не вижу. Кроме как опустить вместе с ним. Потому что один провод был очень тонкий. Да. Здесь вообще скрутка недопустимо делать. Здесь только так. А так он был коротенький. Нарастить его нельзя. Вот приходится вот эти делать вот так. Сюда. Его на срединку запускать. А где теперь баркан обходить? Так. Не надо, чтобы он дошел сюда. Я земля. Я своих провожаю. И тонца. Земля есть. Фаза есть. Ноль есть. Теперь так. Что мы это встали. А мы двое на стремянках. Видите? У нас две стремянки в семье. Это очень удачно. Можно за компанию париться на стремянках. Так. Давай-ка. Ты будешь сейчас настоящим электромонтером. Стоп. Дальше я затяну сам. Не надо подотягивать. Вторую. Подожди, подожди. Без команды не действий. Сюда вторую. Стоп. Держи, я подтяну. Правильно. Тут нормально. Тут нормально. Сейчас эта коробочка должна одеться. Очень бы хотелось. Так. Так. Вот. У тебя когда-нибудь в жизни доводилось такие штуки устанавливать? Такие нет. Это вообще какая-то странная конструкция. Не странная, а отличная конструкция. Шедевр. Такая технологичная, да? Шедевр конструкции. Посмотри, рельсы новые, как на поезде. Вот. Видите? Рельсы. И в эти рельсы вставляются эти лампы. Ты видела? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. И картины висят. Сюда-сюда, Наташенька, не отвлекаемся. Четко, как у тебя все встало-то ты. Посмотри, миллиметрик в миллиметрик. знаешь что такое прям четко вот это подкрасим вот здесь все четко видишь а я еще нужно понял саду меня вместо дислокации на упорно спит саду я тебе завидую это хочу спать а мне еще очень много всего делать сегодня конструкция у них шедевр она снимается и по рельсам и так одеваться сниматься не можно одеваться может смотрим все нормально выключено да потому что включение одновременно является фиксация видишь там на этом сайте кстати басик декор очень много светильников там прям безумный выбор класс и здесь раз и все она двигается но если вот так то она лишь она вот так фиксируется и включается одно именно он все значит вот она максимально у нас двинулась в сторону печки повернули в сторону печки а это мне кажется металлизированная она может крест может да ну ладно параметры направляем все готово теперь можно врубить рубильник я бы все-таки сначала повесить так он во первых насколько 220 все правильно 220 10 ватт хорошо сама машина это не закрывается она открытая да вот там 220 проверок там заизолировано конечно так сделано все по технологии но если бы она еще и это закрывала чтобы пальцами туда никто не надо пальцами вообще отлично была она да так посвети пожалуйста все эти выключи выключи почему-то это я не выключала ты не выключала это я выключала сейчас убери палец там где написано свет первый этаж я только его выключала больше ничего не трогала а это это защитный это защита вообще от всего это не трогала я и так и есть он так и должен быть ну рассказываю от ленты его выключил я его не трогала валер правда я тебе объяснил один включила его же выключить о горит светится ура мы сделали это супер включаем ну что начну не с них проверим свет есть или нет да свет есть так картины нет кухня картины и на наконец но работает я блестницу ты сделал это да мы сделали это ты супер молодец так разобрался в этой лампе таком светильнике с которым не сталкивался и так четко все ровно в линию все работает висит вообще класс просто сам все сделал я горжусь с тобой личную вещь ты выбрала просто и у вас и такое красивое само по себе да очень а смотрите как она освещает там делки вот смотрите вот видите так темнота и прям вот этот вот маленький прожектор казалось бы освещает вот это пространство настолько хорошо который у меня висел до белого глаза он так ну неприятно он очень широко разбрасывал здесь цель направленно да здесь он так освещает что кстати можно попробовать его угол немножко поменять и может быть он даже там будет видишь там уже достаточно светло в принципе вот тут смотри видишь лампа глубоко сидит она и свет дает и в глаза не бьет да очень хорошо нам осталось короче только один светильник купить вот видите под него провод торчит это в икее такой выносной светильник который будет светить прямо вон туда а это на кухне на самом на гарнитуре еще освещение подсветка да подсветка на самом гарнитуре да вы кстати некоторые спрашивают в комментариях зачем нам столько света в таком маленьком комментарии мы очень любим когда очень светло и вообще вот эти разные сценарии ламп они ну так настроение создают и такое вообще праздник какой-то ну в общем совсем по другому помещение смотрится когда мне много света и когда этот свет правильно грамотно спланирован когда светильники интересные вообще по другому выглядит помещение ну и сейчас эти лампочки они энерго заберегающие это считайте вот здесь используется если все сосчитать 100 ватт то есть одна большая советская лампочка да ну и тем более можно не все включать можно включить ну да специально у нас здесь 4 клавиши вот чтобы можно было по-разному да все включать выключил и оставил картины например только да или только вот эти которые мы сейчас повесили шина смотрите она как на картины свете сейчас надо ее кстати немножечко повернуть в сторону и она будет освещать обе картины видишь да и вот она смотрите сейчас никакой свет не горит кроме этих кроме этой шины представляете и она так освещает всю кухню таким мягким приятным светом да вообще удивительно прямо даже да казалось бы три такие маленькие лампочки а смотрите насколько реально светло в помещении от них это удивительно так что вот возьмите на заметку может быть куда-нибудь себе тоже захотите такие повесить напоминаю я купила это за шесть с половиной тысяч вот так ну что дорогие наши зрители мы уже сейчас время 11 вечера мы еще не ели между прочим вот это все что я наготовила мы еще не ели вот завтра готовимся к сборке да ребята придут мастера тут вообще не узнаете это какой-то будет и завтра год как мы здесь да отметим вместе с мастерами да это что-то это подарок судьбы нам да мы никогда бы не подумали что так может быть и наше главное достижение что мы за этот год не развелись да тогда можно было очень много раз это испытание которые говорят опытные что вы ребята самое ваше достижение и так им является что вы вместе да потому что за это время можно было сто раз уже друг другу такого наговорить что все ну в общем бесконечно уставшие и бесконечно счастливые да на сегодня прощаемся с вами большое спасибо что были с нами ну сегодня такой выпуск получился немного необычный так как мы забыли выключить камеру но с другой стороны в этом и есть правда жизни я думаю что у всех бывают такие ситуации главное как люди из них выходят правда да да счастливо вам счастливо до новых встреч на канале да будет свет ну до завтра завтра же будет уже все кухня сборка все пока 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 все добрые мои дорогие подписчики и гости канала мы перешли заморозок у нас был до минус5 и очень прекрасно да но Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok